Итак, одно из главных правил относительно того, как одеваться стильно в холодное время года, заключается в том, чтобы уметь одеваться послойно. В детстве, чтобы не замерзнуть, вы просто накидывали на себя разную теплую одежду, не особо задумываясь, а что в итоге получится. Такая многослойность не только создает впечатление, что вас одела мама, но и ограничивает движение. Господа, когда вам нужно создать стильный образ в холодное время года, учитесь одеваться как мужчины. Во-первых, самый тонкий слой должен прилегать как можно ближе к коже. Например, я надеваю поло, на него свитер, на поверх кожаную куртку. Все просто. Трех таких слоев достаточно для большинства ситуаций. Правило номер два. Повседневно не значит небрежно, лениво или скучно. Вам нужно поработать над образом, понять, что все, что вы покупаете, вам подходит как в готовом виде, так и в случае доработки у портного. Не стоит надевать пиджак на нижние слои и выглядеть при этом как подушка, туго набитая ватой. Правило три. Определитесь со своим типом телосложения, а затем носите ту одежду, которая вам идет и которая подчеркивает ваши сильные стороны в фигуре. Если вы крупный мужчина, вам не стоит носить одежду с горизонтальными линиями. Они только придадут вам тучности. Вам следует придерживаться монохромной одежды. Будучи худощавым, используйте горизонтальные линии. Правило номер четыре. Разберитесь с основами цветовых гамм. Посмотрите на 14 полосок разного цвета. Это оттенки. Если вы когда-либо занимались шоппингом, вы знаете, что в реальности гораздо больше этих 14 оттенков. Но большинство из них будут вариациями этих 14. Если оттенки более светлые, если как-то присутствует белый цвет, значит эти тона больше подходят для лета, на мой взгляд. В более холодные месяцы года ищите более теплые тона. То есть искать нужно оригинальные оттенки цвета с примесью черного. Важно понимать, что большинство цветовых оттенков в вашем гардеробе – это базовые оттенки. То есть из них можно создать нужный вам образ. Я могу составить образ из одежды, подобранной по цвету для меня самого, а вы будете конструировать образы из одежды, которые подходят по цвету именно для вас. У всех по-разному. Найдите цвета, которые идут именно вам. Лично для меня процент ярких цветов весьма мал. Вот такие цвета – это акцентные цвета. Это как специя в еде. Правило номер пять – подражение приводит к вдохновению. Поищите героев в Голливуде, там много отличных актеров. Мне очень нравится стиль Майкла Джордана, например. Если обращаться к старой школе – Кэрри Грант. Найдите человека, который вдохновит вас одеваться лучше и крадите у него образы. Никто не скажет, что вы у кого-то украли образ. Все просто скажут, что вы чертовски хорошо выглядите. И сейчас мы будем просматривать весь зимний гардероб, чтобы обсудить, как обновить вещи в гардеробе, чтобы этой зимой мы могли одеваться одновременно повседневно и стильно. Во-первых, давайте поговорим о рубашках. Если мы говорим о повседневных рубашках, то в вашем распоряжении футболки и Хенли. То и другое – это отличные летние варианты. Зимой они не так подходят, потому что они сразу скроются из виду под теплыми вещами, а вы не научитесь умению наслаивать одежду. Поэтому я зимой предпочитаю рубашку с воротником. Есть три варианта. Классические рубашки, повседневные рубашки на пуговицах и рубашки пола. Если вы в хорошей форме, на любую из них можно надеть свитер, наверх куртку и даже пальто. Все вместе будет отлично смотреться. А теперь давайте поговорим о свитерах. Их может быть много разных вариантов, но вначале давайте обсудим свитера с разными видами горловины. Есть с круглым, V-образным, на пуговицах, вырезом на молнии. И мой любимый вид – водолазка. Все, что я назвал, это свитера-пуловеры. Есть также свитера, которые застегиваются на пуговице сверху донизу. Они известны всему миру как кардиганы и обычно бывают двух типов. Есть кардиганы со стандартным воротником, а есть кардиганы с шалевым воротником. Что касается многослойности в одежде, то в этом случае мне нравятся V-образные свитера, потому что в них воротники рубашек красиво выглядят. Если на вас свитер с круглой горловиной, конечно, в зависимости от того, насколько узкая эта горловина, все же воротник рубашки не так легко показать. Иногда это можно сделать, если на вас галстук – узел, которого вы можете немного ослабить. С водолазкой галстук носить вряд ли возможно. Под водолазкой можно носить повседневную футболку или хенли с длинным рукавом. Помните, что именно водолазка будет привлекать внимание других. С ней может получиться отличный образ. Что касается разных типов свитеров, то я считаю, что тип телосложения играет не последнюю роль. V-образный вырез является наиболее универсальным и подойдет вам, если вы из крупных парней, или если у вас художавое телосложение. Свитера с круглым вырезом меньше подходят массивным парням, потому что их не так просто снять, если только горловину не подогнать по размеру. Более художавые парни могут смело носить свитера с круглым вырезом, а также водолазки. А как насчет водолазок для более крупных парней? Они могут их носить, если у них длинные шеи и если у них нет избыточного веса. Если у вас короткая шея, поверьте, водолазка не самый лучший вариант для вас. Если вы все равно думаете, что вам водолазка пойдет, если вы считаете, «Я все равно буду ее носить». Что ж, дерзайте. Первые два свитера, которые вы собираетесь носить зимой с рубашками, должны быть простыми. Есть одна причина, по которой я по умолчанию предпочитаю свитер серого цвета. Почему? Это нейтральный цвет, его легко сочетать с разными вариантами других цветов из-за его нейтральности. Я не советую вам подбирать себе свитер именно серого цвета, но лучше поискать нечто такое, что будет хорошо сочетаться с другими вещами в вашем гардеробе. Найдите свитер, который по цвету дополняет ваши рубашки или подходит к пиджаку. И не имеет значения, если вы надели свитер и пиджак одного цвета. Окружающие по текстуре отличат одно от другого. Далее поговорим о повседневных пиджаках и куртках. Если вам интересно, в чем разница между пиджаком и пальто, то объясняю. На пиджак сверху еще что-то можно надеть, а вот на пальто ничего сверху надеть нельзя. Также пиджаки обычно короче. Куртки не бывают длиннее ягодиц, они заканчиваются обычно на уровне талии. Я надеваю разные куртки и пиджаки в этом видео. Например, кожную куртку я мог легко заменить на замшевую. В обоих куртках я появляюсь в видеороликах, и они мне очень нравятся. У меня много разных курток в гардеробе. Мне нравятся полевые куртки, их недооценивают, а мне они нравятся, потому что часто они изготовлены из очень легкого материала. Вот эту куртку я надел на свитер. Карманы этой куртки – дополнительные детали, придающие образу интересный вид. В целом, образ относительно монохромный, при этом зеленый – один из моих любимых цветов. Ваши первые куртки должны быть однотонными, третью и четвертую вы уже можете выбирать с каким-то рисунком ткани. Рисунок ткани отлично подходит в случае выбора спортивных курток и пиджаков. Спортивные куртки относятся к повседневной одежде. Некоторые парни думают, что спортивные пиджаки – это своего рода костюм, но это не так. Костюм – это пиджаки, брюки, сделанные из одного материала, обычно темного, однотонного цвета. А спортивные куртки изготавливаются из самых разных материалов. Они бывают разных цветов, потому что по замыслу они должны представлять другой стиль, должны быть более забавными. Вообще-то первые спортивные куртки носили во время охоты, поэтому их часто изготавливали из более прочных материалов, например, из ствида. Обязательно добавьте спортивную куртку в ваш гардероб, это будет ваше секретное оружие. Если это слишком нарядно для вас, обратите внимание на куртку дальнобойщика или на джинсовую куртку. Они бывают разных цветов, сделаны из разных материалов, не только из джинсовой ткани. А если вас интересует что-то более классическое, обратите внимание на блузон или куртку Харрингтона. Или бомбер, она сделана не из кожи. Вообще куртки изготавливают из разных материалов. Вы можете выбрать для себя даже университетский пиджак. Далее поговорим о пальто. Важнее всего в пальто – это его функциональность. Обеспечьте ее себе, и тогда можно уже будет похулиганить. И если вы живете, как и я, в Висконсине или в Миннеаполисе, ребята, у вас должно быть хотя бы несколько пальто в вашем гардеробе, чтобы вы могли их менять и развлекаться, создавая новые образы. Купите парку, потому что зимой бывает просто ужасно холодно, когда на улице минус 13 градусов. Поищите красивые пальто, которые можно надеть поверх костюма, создавая отличный стильный образ. Когда температура падает ниже нуля, а вы находитесь в Чикаго, вам захочется надеть поверх темно-синий бушлат. У пальто этого типа долгая история, они универсальны, и в них очень комфортно и тепло. А может быть вы родом из Англии, и ваш прадед участвовал в Первой мировой? Тогда можете приобрести даффл-кот. Есть несколько отличных исторических фото с этой курткой, она невероятно функциональная, теплая, и создает отличный образ. Те ребята, которые живут в Калифорнии, я понимаю, зимы у вас не критически холодные, но и для вас есть варианты, например, тренчи. Не все хотят приобрести тренч, но он очень функционален. Если вы живете на северо-западе, можете купить пальто с хорошей защитой от дождя. Я знаю, у вас часто идут дожди, это ваш вариант снега. При этом лучше выбирать функциональные варианты пальто, какие-то классические варианты. При этом разные пальто и куртки могут стоить немалых денег, поэтому советую приобретать что-то простое и удобное. Вы всегда можете добавить к образу изюминку. Помните, когда мы обсуждали воротники, я говорил, что можно всегда поразвлечься с аксессуарами. Итак, шарфы и перчатки. Перчатки помогут добавить изюминку к вашему образу. Разные шарфы полностью меняют внешний вид, особенно если вы умеете их по-разному завязывать. А сейчас поговорим о головных уборах. Летом есть масса вариантов головных уборов, но и зимой их не меньше. Многие парни носят шапки Бинни, причем на протяжении многих лет. Почему бы не устроить им апгрейд? Купите шапку из более плотного материала, из более тяжелой шерсти, купите шапку из хлопка или шерсти, или даже может быть из смеси шерсти и кашемира. Да, такой вариант выйдет дороже, но он будет выглядеть намного лучше. А может вообще выйти на новый уровень? Например, почему бы не выбрать кепку? В них тепло. В них вы можете спасти шевелюру от снега, а кроме того, они просто очень стильно выглядят. Я не имею в виду, что вам непременно нужно покупать Трилби или Федору, и не нужно бросаться приобретать шапку-ушанку. Но если вы из России или Украины, то почему бы и нет? Если вы живете на Среднем Западе, может быть в Мичигане, то можете приобрести шапку Сторми Кромер. Они вроде оттуда, да? А теперь поговорим о брюках. Если вы живете в той части мира, где температура опускается ниже нуля, то у вас должно быть термобелье. Я рекомендую потратить на него немного больше денег, если вы хотите что-то действительно теплое, удобное и комфортное. Поверьте, сложно недооценить значение удобного термобелья, особенно если вы не собираетесь приобретать более тяжелые теплые зимние штаны. При этом более тяжелые плотные джинсы я рекомендую приобрести. Необработанный до ним выглядит очень стильно. Есть разные другие материалы, например, кавалерийская саржа, молли-скин. Есть большой выбор видов фланели. Иногда я просто захожу в специализированные магазины мужской одежды во время путешествий и спрашиваю, а где у вас фланелевые брюки? Обычно можно найти такие брюки, представленные в разных стилях и формах. Они внешне похожи на джинсы, только сделаны из ворсистого материала. Материал имеет трехмерное переплетение нитей, поэтому у него лучшие изоляционные свойства. Он лучше сохраняет внутри теплый воздух. Такие штаны очень удобные, они сидят как джинсы, но выглядят лучше. Серые фланелевые штаны можно найти в магазинах мужской одежды, кроме того, всегда можно найти в интернете разные варианты. Что касается молли-скина, такие брюки обычно сделаны из хлопка, но ткань немного более ворсистая. И давайте не забывать о вельвете. Наверняка у многих из вас, ребята, в детстве была пара штанов из вельвета. Нет ничего плохого в том, чтобы снова приобрести себе такие штаны. Полосок может быть семь или одиннадцать. Это количество полосок на вельветовых штанах в пересчете на дюйм. Мне нравится, когда полосок одиннадцать. И, конечно, мы не можем забыть основу мужского гардероба – это обувь. Итак, в холодные месяцы года, когда земля становится часто довольно скользкой, вы должны убедиться, что подошва на вашей обуви достаточно рельефная, чтобы обеспечить вам достаточную силу трения и устойчивость при хождении. Лучше, чтобы подошва на ботинках была резиновой или передняя часть была выполнена из смеси кожи с резиной. Мне нравится носить обувь с рентом Гудьер. Такая обувь является водостойкой, и, кроме того, такую обувь всегда можно довольно легко отремонтировать. Если вы собираетесь носить кроссовки, не покупайте кроссы белого цвета и не покупайте ничего из холщевого материала. Вам нужно будет легко почистить обувь. Однако, моя любимая обувь в холодное время года – это высокие ботинки, особенно те, которые легко снимаются и надеваются, а также подходят к моему гардеробу в целом. И, господа, если вам интересно посмотреть лучшие видео о том, как подобрать идеальную пару ботинок, то посмотрите видео, в котором я рассказываю о десяти различных стилях, как приобрести подходящую пару, причем не переплачивая при этом ни цента. Обо всем этом я рассказываю вот в этом видео. Я недавно создал это видео, посмотрите его, не пожалейте, поверьте.